друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых инструментов активов в принципе тех торговых идей за которыми мы следим ну что ж распродажи доллара продолжаются это было предсказуемо это было ожидаемо в принципе рынок раздает деньги и не пользоваться этим ну просто нельзя друзья сколько времени назад мы поставили на то что тренд будет по американской валюте нисходящий поскольку так складывается фундаментальный фон и если у нас разумная сейчас ставка на снижение индекса американской валюты разумеется параллельная ставка на роста всего рискового рынка то есть это евро фунта ну и также сюда можно отнести австралийца новозеландца кстати говоря вот вчера на вебинаре мы уделили некоторое время перспективам этих двух инструментов с конкретными целевыми значениями кому интересно можете опять же вернуться к контенту который был записан вчера и посмотреть что интересного на финансовых рынках с позицией и с точки зрения содержания экономического календаря друзья сегодня выделить по сути нечего в принципе как и понедельник календарь почти пусто но расстраиваться не нужно мы собираемся к тому чтобы перейти на самые насыщенные сессии этой недели уже завтрашнего дня будем еще интенсивнее следить за американской валюты потому что завтра протоколы последнего заседания американского регулятора детальнее безусловно поговорим на завтрашнем брифинге но заранее могу сказать то что протоколы могут быть интересны тем что и регулятор помимо а властей отвечающих за бюджет и налоговое стимулирование может порадовать нас продавцов доллара намеками на возможность смягчения монетарной политики вот пожалуйста еще один фискальный стимул если будут даны намеки на готовность держать ставки на низких значениях течение длительного периода времени если будут сделаны комментарии о том что регулятор готов задействовать и рассматривать к принятию альтернативные инструменты смягчения монетарной политики я думаю друзья то что мы сможем этим неплохо воспользоваться и разумеется сделать этого этот фон собственно эти комментарии еще одним аргументом снижение курса индекса американской валюты сейчас 92 61 мы видим в наших терминалах цель прежних 92 пункта но учитывая как активно индекс американской валюты валится в последние недели я думаю что после того как мы сделаем цель до которой остается совсем чуть-чуть скорее всего будут перезаходы в расчете на обновление минимумов уже более чем за на 3 года по прочим факторам снижения индекса американской валюты я рекомендую поглядывать на динамику доходности америке американских трежерис и разумеется снижение доходности трежерис это поддержка еще для золота помимо этого мы анализируем статистику вы все прекрасно видели данные по уроничным продажам которые преимущественно разочаровали вот пожалуйста еще доказательства того что американская экономика осталась без поддержки достойных показателей потребительской активности что касается золота 1990 покупатели очень быстро возвращаются в этот актив и 2000 уверен то что мы сможем протестировать уже и в рамках текущей торговой сессии я думаю друзья то что мы полномерно вернемся к прежним максимум возможно даже будем претендовать на обновление исторических уровней в очень короткой скажем быстрой перспективе вероятно даже вот в рамках этого месяца по цели много раз уже говорил про инвест банки из последних сети обновили прогнозы и ожидают золото на отметке 2100 в перспективе трех месяцев и 2400 это на год но я думаю что до 2 400 долларов за тройскую мы сможем добраться раньше если вам не совсем интересно а точка зрения моя как субъективная позиция того что происходит золотом мы вчера выложили ролик который является первым дебютным формате свободного общения где с нашими партнерами глебом азадой и дмитрием чуга обсудили также перспективу золото пришли к выводу что этот актив будет расти ворон баффетт всем вам известный также активно закупается золотом ну прежде всего не физическим золотом его фонд berkshire h2 купил акции барри голд одного из крупнейших золото добывающих холдингов может быть это для вас станет еще одним аргументом ну либо по крайней мере зацепкой чтобы рассмотреть золото с точки зрения покупок к bitcoin 2286 цель как вы помните наша 12 с половиной тысячи за один биток к максимуму вчерашний был 12 тысяч 470 чуть-чуть нам не хватило до тейп профита но при текущей динамике я думаю что до обновления новых максимумов получается если мы протестируем 12 с половиной тысяч это будет уже обновление максимум с августа девятнадцатого года мы зафиксируем конечно же эти длинные позиции и потом будем искать уровни точки для перезахода но уверен то что рынок криптовалют сейчас на подъеме опять же из-за тех же самых факторов которые способствуют сейчас роста золото это обесценивание глобальных резервных активов прежде всего американская валюта из-за риска роста инфляционного давления фондовый рынок nasdaq а очередное обновление исторического максимума как мы друзья с вами и говорили я призывал активно закупаться индексом snp потому что он тоже наберется до нового исторического максимума остается до него меньше 20 пунктов то есть такое расстояние такой отрезок индекс может пройти за буквально пару часов или даже и того меньше поэтому 3400 пунктов по snp в качестве цели по-прежнему остается но друзья если вы не приобщились к длинным позициям раньше я тут уже как бы бессилен и ничего с этим могу сделать европейская валюта также продолжает раздавать деньги предсказуемый рост цель 1 20 около 100 пунктов до этого уровня остается когда мы залазили в покупки европейской валюты значение 1 120 казалось настолько далеким что может быть на достижение этого уровня мог потребоваться весь остаток двадцатого года но мы предполагаем рынок располагает и я думаю что эта цель будет сделано гораздо раньше британская валюта тоже самый уклон вверх ставка длинные позиции и цели 1 32 1 32 50 сейчас в моменте котировки 1 31 34 сети пересмотрели прогноз на ближайшие три месяца по британцу и рекомендуют ставить на движение в район отметки 1 35 что касается нефти сейчас трудно понять на чей стране окончательно сейчас остается и находится инициатива мы видим то что рынок как приклеенный вот топчется в районе 45 долларов за баррель но сегодня друзья мы ждем конкретику и подробности относительно того насколько страны опек плюс были чистоплотны в соблюдении обязательств по сокращению добычи в прошлом месяце и по данным рейтерс на соглашение было выполнено на 95 процентов я в этом очень сомневаюсь что подсказывает мне что реальный показатель выполнения был в районе 80 процентов если вот этот показатель это прогнозируемая цифра совпадет с фактической то инициатива на рынке может перейти к продавцам потому что меньшее сокращение добычи будет интерпретировано как рост предложения со стороны вот этих регионов рост предложения когда падает спрос друзья как понимаете это очень хорошая причина почему все таки можно усомниться в том что рынок сможет сохранить восстановительную динамику не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки всем пока